Привет дорогие друзья, это канал Дубровский хвост, я Дубровский, это мой хвост, гладкошерстный фокс-терьер Сэр Джин. И у нас есть постоянная рубрика фокс-блог. О фокс-терьерах и собаках в целом. Так, друзья, я по каналу заметил, что вам нравятся всякие такие подворочки, 7 причин того, 7 причин этого, связанные с фокс-терьером. И вот я решил все-таки, опираясь на свой такой, правда, единичный опыт, немножечко успокоить тех, кто боятся брать собаку уже в возраст. Не старую, в смысле, брать щенка уже такой, как называют, перестарок, взрослого щенка, подрощенного, все по-разному называют, у каждого свой термин. Потому что рекомендуется брать щенка где-то, да, то есть всегда берут щенка себе в дом фокс-терьера, это, ну, то есть, как обычно отдают его, в 2 месяца, 2,5, около того, да. Вот, а уже таких 5 месяцев, 7 месяцев, уже, не говоря уже годовалых, все побаиваются брать. И тому есть ряд причин, конечно. Но, на моем примере, хочу рассказать несколько причин, почему стоит не бояться этого. Но это, конечно же, будет основываться, в основном, на моем опыте, мое личное мнение, больше всего, конечно же, чем, может, какие-то там профессиональные мнения. Если будут какие-то профессиональные мнения, пишите в комментариях, буду очень рад и внимательно почитаю. Итак, вашему вниманию, 5 причин взять такого подросшенного или подрослевшего щенка фокс-терьера. Погнали! Ну и первая причина очевидная, это, конечно же, вас не будут касаться вот эти вот щенячьи беды или там щенячьи хлопоты, да. То есть, это, когда обычно щенка берут домой, что у вас, какие возникают проблемы у тех, кто берет щенка маленького, да, там двухмесячного, это туалет, это без конца. Это некоторые даже отпуск берут, да, подугадывая, что будут брать щенка, берут отпуск, чтобы хотя бы первый месяц там как-то щенка приучить к туалету, если это получается. Не всегда получается за месяц и приучить, чтобы он терпел. В принципе, они до полугода точно не обязаны сильно-то и терпеть, а некоторые и дольше. На своем примере, да, я брал своего, если на вельможного, брал 7-месячным. То есть, его уже на тот момент было 7 месяцев ровно. И у нас так, ну, у меня так случилось, я его взял, да, тоже думал, может, как привыкать, будет сложнее, там, приучать, может быть. Вот это все страхи, все это было, конечно, тоже у меня, ну, взял, потому что очень хотел фокс-терьера. И так совпало, совпали карты жизни, что удалось мне его взять, но именно уже такого, 7-месячного. Кажется, можно сказать, отказник в каком-то смысле он был. Значит, первая причина, это то, что вы лишаетесь, может, для кого-то это будет, наоборот, минусом, но для меня ленивым было, наоборот, я смотрел в этом плюс, что я лишился всех вот этих проблем с щенками. Это вот эти вот бесконечные обсыкивания дома, если это не ковер, то линолеум постоянно вытирать. В общем, я лишен был всех вот этих радостей. С одной стороны, вот сейчас все боятся заводить переростка, что как бы как раз на первых этапах, да, с двух месяцев ты начинаешь приучать к семье, как говорится, его муштруешь, его к порядку, постепенно обучаешь командам, ну, вот, ну, какие-то первые команды, если нормальный заводчик, если он тоже, в принципе, немножко в кинологии шарит, а если это хороший заводчик, то ему и деваться-то некуда, особенно, если это рабочих собак касается, то он уже, скорее всего, к этому времени его немножко подуч, нормальный, то есть заводчик обычно подучает каким-то элементарным, то есть подзыву по кличке, единственное, что да, у вас проблема, кличку вы уже сами не выберете, кличка уже будет выбрана заводчиком. Блин, испугался, что это какая-то животина тут, это какая-то тряпка, да, вырежу, ну ладно. Приучение к еде, то есть уже и желудок, уже эти молочки, там какое-то особенное питание, к семи месяцам, вот, я взял собаку свою, ему уже было семь месяцев, и, в принципе, тоже побавился этих моментов, да, в плане воспитания немножечко сложнее, но при старании оно все восстанавливается, ничего страшного не будет. Я думаю, даже если годовалого было взять, единственное, что это, наверное, будет отдельно, наверное, моя подборка будет минусов, да, я, может быть, создам. Если, кстати, много лайков наберет, ну давайте хотя бы там лайок, хотя бы, не знаю, 70 где-то, ну давайте лайк 50 наберет этот видос, тогда я, наверное, сниму подборку о минусах, да, брать щенка, переростка, ну это, опять же, все субъективно, и вот, вот эти все проблемы, там, убирать, приучать к туалету, приучать к миске, там, что есть, не есть, то есть, это все, проблем у вас, ну, не касается, вы берете щенка, в принципе, уже подготовленного, и даже вот в моем случае, кстати, мне по заводчикам повезло, он уже обучил его, ну, клички, подзывы, более-менее, команде фу, и команде сидеть, и дай лапу, не, дай лапу, это я уже выучил, все, вспомнил, вспомнил, да, ну, минимально уже, то есть, кличка ко мне уже была, то есть, кличка, команда ко мне, и фу, это он уже знал заранее, поэтому с этим у меня проблем не было, то есть, как бы, с одной стороны, да, если кому-то прям нравится обучать собаку, кайфует от этого, это, конечно, минус, ну, а если тебе, наоборот, это экономит время и силы, то это-то даже, даже плюс. Ну, что-то я схватил, сейчас я пулеры достану, подожди немножко. Вторая причина, очевидная, наверное, тоже, что экстерьер, да, то есть, много случаев, у меня там даже есть видео, что насчет джекрасл, путают, к сожалению, нашу породу, конкретно латкошерстного фокстерьера с джекраслами, и даже я замечаю, помню, даже я замечаю, что те люди, которым я говорю, что это фокстерьер, через время опять все равно говорят, это джекрасл, ну, вот такая беда, очень популярна порода, поэтому вам уже точно не подсунут какого-нибудь мешаного, вы уже там, ну, во-первых, конечно, если всем правилам следовать, да, как выбрать щенка именно той породы, которая вам нужна, в данном случае фокстерьера, то, конечно же, надо все делать по уму, об этом у меня есть ролик, ну, сразу скажу, что надо к заводчикам надежным пообращаться, но всякие случаи бывают, поэтому могут, да, может как-то так случиться, что мешаный, там, случайная даже, случайная вязка произошла, а все-таки дерзнул заводчик и в паре щенков кому-нибудь подешевле, если этот кто-то вы, то маленького щенка особо там сильно не различишь, не будучи профессионалом, если это первая ваша собака, вот, а когда ему 7 месяцев, то уже все видно, уже почти, что сформированный пёс, все огрехи почти видны, какие там, если есть, то, если это не фокстерьер, то это будет уже точно, вы точно будете об этом знать. Ну, и третья причина, это здоровье, то есть к этому возрасту, в принципе, уже более-менее все устаканивается с едой, или там, особенно в годовалом возрасте, если возьмете щенка, перестарка, да, дерзнете, рискнете, то вы уже будете знать, что у него все, там уже все нормально, то есть какие-то вот эти, которые из щенка маленький возьмешь, там, к полугодам, там, с изменениями, там, пищеварения и так далее, все вот эти проблемы у вас уже тоже особо не касаются, тоже можно уже сразу узнать у заводчика, какие проблемы, если есть или нет, то есть по здоровью уже тоже будет все устаканено, уже в организм более-менее подрощенный, все будет понятно, все эти проблемы, которые с взрослением с маленького щенка у вас тоже уже не касаются в этом плане. Четвертая причина, это боль. Ну, и четвертая причина, это, наверное, скорее, ну, на мой взгляд, это же всем причина, это и то, что я думаю, мне кажется. Четвертая причина, это больше касается, наверное, охотников, тех, кто хотят, как бы, рабочее качество, все к семи месяцам, там, к году уже, в принципе, первые притравки прошли, уже собака себя показала, то есть заводчик, это может даже в наши дни, давайте, живем мы, да, все сейчас технологии, у каждого есть телефон, даже может на видео показать, как пес работает, все дела, если нет возможности прям наглядно показать, хотя обычно дотошные те, кто охотники, которые хотят собаку себе рабочую, они даже могут, если они вот берут перестар, перестар, как говорится, да, то может быть даже посмотреть в работе, выехать вместе с хозяином, там, как-то договориться, но это тяжело организовать, поэтому, да, сейчас видео тебе показал, что вот, смотри, щенок уже в работе весь, уже там 6 месяцев, 7 месяцев, там, допустим, даже если вы берете 9-месячного, ну, кстати, 9-месячного, вот как раз 9 месяцев, 8-9 месяцев, я бы не советовал, вот либо 7-8, да, и сразу годовалого, там, год с копейками можно даже брать, хотя это уже пес привыкает к своей семье, но фоксы, ну, кстати, сразу такое небольшое отступление, фоксы, в принципе, у меня даже видео есть, да, ну, конечно, каждая собака индивидуальна, но в целом фоксы не такие прям сильно привязчивые к какому-то хозяину, особенно, ну, пока они молодые, то есть, кто с ними будет заниматься, работать долго, привыкает, и ту семью свою старую, они, ну, не то, чтобы забудут нас совсем, ну, конечно, будут как-то где-то помнить, но прям, все, убегать там, куда-нибудь возвращаться, пытаться вернуться, и этого не будет, там, лежать там, умирать, там, скучать, нет, это такие единичные случаи среди фоксов могут быть, так, в целом, породно, у них нет такой прям сильной прям верности, это у меня даже, по-моему, старенькое видео есть такое, на канале, если что, я, наверное, ссылочку оставлю, поэтому, вот, четвертая причина, да, то есть, уже будут явные рабочие качества, будут понятны, ну, и, наверное, вернемся к третьей причине, не знаю, отдельно, насчет прививки, все уже прививки точно сделаны, уже к этому возрасту все-все прививки сделаны, тоже вас геморрой этот уже не касается, да, если вы не хотите мучиться, да, 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 конечно, ну, и пятая причина, возможно, она надуманная, или не совсем, я корректно ее выскажу, ну, вот, сам характер, да, каждая собака, несмотря на то, что они все породные фокс-терьеры, да, они все будут задорные, все веселые, все такие вот, вот, если это породная собака, но, но, все равно, как и все люди, да, даже у всех есть какие-то отличия в характере, в привычках, там, в повадках, в наклонностях, да, то есть, как вот, даже, вот, возьму мой пример, задаю, мне заводчик, зная, что он не хотел, если честно, мне отдавать, что собака рабочая была, но он знал, что я охотиться особо не намерен, ну, были мысли, но это другой вопрос, так вот, заводчик мне именно этого говорит, на, потому что он был более-менее из всех такой, ну, он злобный, да, поначалу даже я немножко перефигел, как он был злобный, ну, по сравнению с его братьями, их было три брата, у них, так, ностальгия, одного уже, кстати, нет в живых, к сожалению, вот, а второй чемпионом сейчас, там, в другой области бегает, там, рабочий, именно, в работу пошел, так вот, его братики позлее были, и они портили, это были наклонности, портили мебель, там, обувь грызли, а вот именно мой, сержин, он не особо к этому склонен был, что-нибудь портить, ему, как бы, плевать, и по сей день, вот за сколько лет, он, ну, нет у него наклонности, что-нибудь ломать, именно специально грызть, там, ножки, стульев, там, не знаю, раздербанивать игрушки, сказал, нельзя, ну, и все, он не трогает их, ну, то есть, приучил, конечно же, воспитание, о минусах, наверное, я же говорю, если ролик наберет порядочное количество лайков, ну, давайте, 50 лайков, тогда я сниму подборку о минусах взять подрощенного щенка, хотя, наверное, вы и сами уже догадываетесь, какие минусы, в принципе, с некоторыми страхами, они страхи оправданы, а некоторые страхи, я же говорю о том, что взять подрощенного щенка, они не оправданы, завышены, как и все страхи, ну, на этом 5 причин, я думаю, хватит, если у вас еще есть какие-то причины, пишите в комментариях, очень буду рад посчитать, на этом все, если вам понравилось, ставьте вот такой жирный лайк, вот такой грязнючий, жирный, как фоксы после прогулки, и подписывайтесь на канал, если вы зашли в канал именно чисто ради собаки, фоксблок, подборка видосов в плейлисте, заходите на канал, выбирайте плейлисты, фоксблок это ваш плейлист, вот, и, конечно, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы, ну, на этом точно, все, покедово, я думал, камеру снесет, ах, ты два, жаднючая ты морда, ух, ты жаднючая, фух, ладно, каре записывать, все, 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 пока, пока, друзья, опа, стоять, стоять, у тебя где-то ранка есть, поцарапался, все, я хочу все никак снять, подборку опасностей для фоксблокера, но никак их соберу в кучу, если есть идеи, пишите в комментариях, кто досмотрел до этого момента, все, все, точно, пока, ах, ах,